Здравствуйте, дорогие братья и сёстры! Иночество, то есть монашество, носит в русском звучании такой смысл, что это люди иной жизни, которые своему делу избрали служить Богу. И это, наверное, с самых древних времен рождено монашество. Святитель Иоанн Златоуст называл монашество истинной философией жизни. В 1051 году пришел на киевскую землю афонский монах русского происхождения преподобный Антоний и основал знаменитую Киево-Печорскую лавру. Конечно, никакой лавре тогда не шла речь. Это был маленький, убогий пещерный монастырь, и к нему стало стекаться братья. И, как мы видим в истории, это явилось гнездом русского монашества, от которого потом, словно птенцы, разлетелись по всей Святой Руси иноки, иноки, неся с собою особое устроение жизненное, в котором все сердце человека принадлежит Богу. Но это не означает, что они отвернулись от мира и забыли тех, кто в мире. А молитвою о всем мире и о своих ближних, о наиболее о своем Отечестве, до ныне обымают всю землю любовью. Казалось бы, просто, наверное, человеку простому от земли принимать монашество. Но вот среди тех, кто избрал этот путь иной жизни, были и князья. В середине XI века времена очень неспокойные, потому что Русь, приняв крещение, еще долгое время болела язычеством, болела междоусобными войнами, когда братья делили звания князей, и зачастую проливалась кровь. 27 октября наша Церковь совершает память благоверного преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, который, оставив княжение, первый из русских князей, принимает монашество ради спасения своей бессмертной души и иным путем, иным подвигом во славу нашего русского Отечества подвизается. Преподобный Никола Святоша в крещении был наречен Панкратием. Он был сыном черниговского князя Давида Святославича и со своей стороны внуком князя Ярослава Мудрого. Князь Ярослав был один из старших сыновей князя Владимира, крестившего Русь. И вот Панкратий по воле своих родителей женился и в 1097 году стал князем Луцким, но вскоре вернулся в Чернигов, а его дочь впоследствии была замужем за святым князем Всеволодом Гавриилом. Не по душе было миролюбивому князю постоянные ссоры между русскими князьями-братьями, доходившие нередко до пролития крови. Оставив семью, он принял постриг 17 февраля 1106 года в Киево-Печорском монастыре. Святой инок-князь усердно трудился на обыкновенных послушаниях, на поварне, был привратником, прислуживал при братской трапезе. Святой Никола любил читать книги. Любовью к послушаниям и безропотностью их исполнения он снискал себе уважение все братьи. Преподобный Никола, возрастая духовно, с благословения Гумена принял на себя 30-летний подвиг молчания, чтобы в постоянном делании Иисусовой молитвы устремиться к совершенству. Согласно преданию, преподобный построил на свои средства церковь во имя святителя Николая. Над монастырскими вратами он построил храм во имя Святой Троицы. Преподобный обладал даром прозорливости и врачевания разных болезней. Он предсказал время кончины своему бывшему врачу Петру. Благоверный князь иногда оставлял келью и шел в мир со словом любви, потому что в это время Русь, по сути, только лишь недавно принявшая крещение, только училась жить по-христиански. Так в 1142 году преподобный Никола по просьбе князя Всеволода Олеговича примирил черниговских князей. 14 октября 1143 года блаженный Никола Святоша отошел в вечную жизнь ко Господу Иисусу Христу. Весь Киев тогда собрался на погребение блаженного старца, которого киевляне знали, чтили, любили. Честные останки его были положены в пещере преподобного Антония. Мощи святого Николы Святоши отпочивают открыто. Жизнь человеческая короткали или исчисляется десятилетиями, даже за столетний рубеж перешагнувшая, является лишь приготовлением. К вечной, гораздо большей и полной жизни, которую Господь приготовил всем любящим его. И вот те, кто еще в этой жизни живут верою, Господь наполняет их сердце любовью. Даже тем, кто враждебно относится, кто гонит. И удивительным образом в XX веке целый сон святых мучеников, исповедников Церкви Русские не только выстоял во времена этих лютых гонений, но и любовью своей побеждал, злобу мира сего, кровопролитие тех, кто убивал и гнал их. И мы видим возрождение в конце XX века всей Русской Церкви. 28 октября мы совершаем память удивительного нашего святого. Это святитель Афанасий Сахаров, епископ Ковровский, который не был умершлен, но около 30 лет он находился в заключении, меняя только тюрьмы, но при этом свою жизнь употребил на то, что и находясь в заточении в нем церковь нашла того, кто обогатил сокровищницу не только богословской мысли, но и даже песнопениями и литургическим преданиям. Священный исповедник Афанасий, а в миру его звали Сергей Григорьевич Сахаров, родился 2 июля 1887 года в Тамбовской губернии в семье чиновника. Когда мальчику было 2 года, умер его отец, и мать Матрона Андреевна воспитывала сына в благочестии, оберегая от всего дурного. Сергей Сахаров окончил Шуйское духовное училище, затем Владимирскую духовную семинарию и Московскую духовную академию. В 1912 году он был пострижен в монашество и наречен в честь святителя Афанасия, патриарха Целеградского, лубенского чудотворца. Ректор Академии, епископ Федор Поздеевский, рукоположил монаха Афанасия во ира диакона, а затем во ира монаха. Отец Афанасий преподавал пастырское богословие, это для будущих пастырей, семинаристов, опыт церкви, как бороться с греховными страстями, и преподавал гомилетику, то есть это искусство, красноречие, ораторское искусство, и также литургику, это наука о богослужении. Сначала он преподавал в Полтавской, а затем в Владимирской духовных семинариях. В 1917-1918 году он участвовал в работе Поместного собора Русской Православной Церкви. Этот собор восстановил празднование памяти всех святых в земле российской просеявших. Восстановление этого праздника было связано с начавшимися гонениями на Церковь Русскую. К составлению службы всем святым в земле российской просеявшим и был привлечен иеромонах Афанасий, как и специалист по литургике. Работу Эду, Эду над исправлением, дополнением этой службы, он продолжал и дальше всю свою жизнь. В 1920 году отец Афанасий, по возведению его в Сан-Архимандрита, был назначен наместником сначала Владимирского Рождественского монастыря, а затем и Боголюбого монастыря. В 1921 году состоялась его хиротония воепископа Ковровского, викария Владимирской епархии. В 1922 году, во время изъятия церковных ценностей, святитель Афанасий призвал верующих не отрекаться от Бога и защищать святыни церковные. Владыку арестовали и сослали на север. Вернувшись из ссылки, в 1925 году епископ Афанасий принимал участие в погребении святителя Тихона, патриарха Московского и всей Руси. Безбожные власти потребовали, чтобы Владыка прекратил управление епархией и уехал из Владимира. Но святитель отказался бросить веренную ему паству и был вновь заключен в темницу, а затем сослан на Соловки. Вернувшись уже в 1933 году, во Владимир Владыка начал писать труд о поминовении усопших по уставу Православной Церкви. Но в 1936 году святитель Афанасий был вновь подвергнут заключению. Мы знаем, что Церковь наша не оставляет свою молитву делами милосердия, благотворительности не только живых, но и усопших. Ведь, оставив этот земной мир, человек не перестает быть членом Церкви. Мы знаем, что Церковь есть небесная, Церковь земная. Мы здесь воюем с грехами, с греховными страстями, а Церковь Небесная наслаждается торжеством во славе Божьей. И вот мы же не знаем, кто из наших близких достиг спасения, а кто-то, возможно, страждет. И своей молитвой Церковь нас призывает. Святитель Афанасий как раз и изложил ясно учение Церкви, упоминовение усопших по уставу, каким образом, чтобы наибольшую пользу нашим родным и ближним могли оказать. Только в 1954 году, после в общей сложности 30-летнего заключения, владыка Афанасий получил свободу и разрешение поселиться в поселке Петушки в Владимирской области. Тогда многие чада Церкви Русской потянулись к богомудрому святому архипастырю. К нему обращались и архиереи, и священники, монахини из закрытых монастырей, простые люди, знаменитые ученые. Святитель заботился о сохранении церковного мира, о единстве Церкви. Нескончаемые скорби и печали не сломили его мужественную душу. Но не лишили его духовного мира и деятельной энергии, преодолевающей телесные немощи и старческие болезни. Последние годы его жизни были наполнены созидательной деятельностью на благо Церкви. По предложению святейшего патриарха Московского и вся Руси Алексия I Семанского, он принял участие в работе Богослужебно-календарной комиссии Русской Православной Церкви. Святитель Афанасий разработал композицию иконы всех русских святых и составил синодик храма всех святых в Русской земле просиявших, в который вошли три тысячи имен подвижников благочестия, просиявших в Русской земле. Всю жизнь святитель Афанасий ежедневно совершал суточный круг богослужений. Даже в самых неблагоприятных условиях, и в заключении, и ночами, в крайней усталости и изнеможении, воистину духовная сила в человеческой немощи совершалась. Перед кончиной святителю явился сон русских святых, прославленный им в церковных песнопениях. Владыка Афанасий мирно отошел ко Господу 15 октября или по новому исчислению 28 октября 1962 года в день воскресения. В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви святитель Афанасий был прославлен в лике святых новомучеников-исповедников российских, а 15 октября 2000 года были обретены его честные мощи, которые почивают ныне в Богородице-Рождественском монастыре города Владимира. Апостол Павел призывает своих учеников, «Подражатели мне бывайте, как я подражаю Христу». Что это означает? Человек, созданный по образу и по подобию Божьему, должен раскрыть себе этот потенциал богосыновства. И святые как раз являют нам такой живой пример. Почас в самых тяжелых, стесненных условиях ничто не мешало им достичь святости. И теперь своей молитвой, своей любовью они помогают в этом и нам. Они не оставляют нас в трудные времена, когда, казалось бы, в людях часто царствует отчаяние или колеблется вера. Но вот как раз святые нам и помогают выбрать путь, единый на потребу, который ведет нас к вечному блаженству, которое ждет каждого из нас. Субтитры создавал DimaTorzok